всем привет на моем канале сейчас я нахожусь в миннесоте и мы едем в магазин у нас воскресенье выходной день в магазин строительных материалов называется он minarts ну здесь в минесоте мне известны такие магазины как minarts и home depot это в принципе два магазина которых я знаю строительных и вот в минус мире что мы хотим купить мы хотим купить новые лампочки то есть есть вот такие вот лампочки с такой вот резьбой смотрите такая которая самая маленькая и ну слабовато они да то есть и мы хотим купить что-то помощнее я хотел посмотреть сколько ватт но насколько я понял 40 ватт видно наверно вам не будет в общем 130 вольт так я понял написано и 40 ватт ну и посмотрим может быть что не можно купить помощнее мы сейчас поедем покажу где этот магазин находится может быть даже что-нибудь засниму изнутри и хотели мы еще купить лампу дневного света знать такую длинную повесить зале проблема в америке знаете в чем в том что у них нет ну вот ламп на потолке на во многих комнатах вот в зале на кухне есть в дайнинг рум то есть в столовой до назовем ее тоже есть над столом лампа а во всех же остальных комнатах стоят такие светильники в углах знаете они в принципе такая розетка есть с выключателем сверху да и можно его включать то есть то есть как бы торшера тот назовем вот так да воткнут в розетку и над розеткой выключатель которым вы можете также включать включать так ну вот поедем и пару лампчик купим помощнее чтобы так сказать на кухне свет был поярче потому что как-то но я даже например видео не могу записать потому что но свет слабоватый вечер вот спрашивали почему нет заборов в америке вот посмотрите в некоторых домах заборы есть а вот большинстве заборов нет большинстве случаев там где-то я видел еще с забором есть один домик в основном же все выглядит вот так а есть такие города где например забор строить вообще запрещено ну скажем не рад не города микрорайон и города тут лишь разделяются просто территория вот забор да посмотрите вот заборчик поставить но опять же забор только с краю стоит от главной дороги там не знаю чего и вот такие вот железные сейчас вот вот там вот видите ограждены участки вот такие вот железные сеткой знаете то есть тут как бы просто территорию это не в каждом доме есть отделяется заборов как как таковых вообще мало здесь но вот настоящий забор видите люди конкретно отгородились здесь здесь такой попроще следующий домах опять же нет заборов хотя хоть какие-то да но есть да вот здесь вообще непонятно вон там в углу черти что вот посмотрите вот здесь вот такой забор людей а а вот здесь посмотри вообще вид металлический весь здесь весь старый кривой ободранный ведь остатки снега конец марта весна на носу и сейчас мы заезжаем такую индустриальную зону тут предприятия всякие а вот тут смотри тоже заборов если так смотреться то заборов и хватает здесь у вас вот эти вот новые дома построили посмотрите вот эти вот четыре дома и сзади тоже да ну вот это я помню как строился вот посмотрите огромнейшие дома три этажа с той стороны 2 а с этой стороны три возле школы уже на подъезде к минарц вот что как бы для меня как для покупателя да классно что магазины воскресенье открыто видите компания какая-то траки стоят прицепы я даже не знаю что здесь здесь начинаются автосалоны куча автосалонов практически все я их заснял если у кого-то есть интерес зайдите посмотрите и даже вот этот минирова я тоже заснял там еще дальше кодила инфинити потом димси бью и да все это я заснял вот они вот тут перечислены кстати точилы конечно вот тут вот например димси едика до кого же это вот это мойка где моет какие-то какая тачка стоит посмотрите вон она выезжает красная на таких тапках да это мойка где тебе машину пылесосят мою да внутри изнутри да сколько стоит 20 20 и выше ну мы как-то раз лариса заезжали и вот он уже минар сейчас на подъезде мы к нему и посмотрите сколько на парковке покупателей то есть американцев воскресенье не сдерживает посмотрите сколько народу все парковки забиты вот это вот магазин минар кстати я в нем еще никогда не был в хом дипа я был же раз ну 67 . и не снимал и не снимал да сейчас посмотрим на минар на думаю такого же характера вот один джемси посмотри в этом году выйти должен новый красавчик так дура вот первый таки вид на магазин да он огромный я уже смотрю два этажа вот здесь такой мостик под кроме ходит но и нам нужно наверх по паш сказал тут такие львы вот такой а это бетон да да вот лавочки всякие скульптуры прикольно ну посмотрите какие эти стеллажи большие так и кухни осмотрю здесь тоже продаются ну все все для дома обалдеть так ну вот видите сколько там люстр ламп всяких я думаю нам туда нам туда ну вот мы уже водили лампчик посмотрите сколько здесь лампочек очень много ламп ну и нам нужно еще лампу такого дневного света только готовую да посмотри какие длиннючие ничего себе 13 баксов стоит одна лампа такая длинная но тут всякие цветные еще есть но мы подойдем вот сюда вот самая пока вот это led лампочка стоит 999 посмотрите 60 ватт и 5000 к вот это видите 2700 к поэтому возьмем вот 60 ватт пока я мощнее ничего не видел до этого на стояли 40 ватт и не led обычный но темы не будем брать мы вот эти экономные возьмем они меня в принципе устраивают так ну и нужно еще нам вот такую вот лампу наподобие да я вот смотрю здесь по ценам вот за 1297 одна вот это вот дорогая двойная 5499 но она и светит конечно обалденно конечно на камере не передается так но вон там двойная тоже вот 24 баксов всего вот это ну вот это прям яркая очень короче от 11 долларов и тут до 60 где-то так вот еще пару вариантов вот по 39 вот это вот двойная так вот это вот 40 стоит смотрите вот это прям надо мной которая посередине сейчас и вот это с краю 49 это примерно та длина которая нам нужно так ну лампы мы выиграли выиграли выбрали вот хотел обратить внимание еще на краны просто меня впечатляет их размер да то есть в отличие от наших немецких магазинов посмотрите какие они огромные и цены вот 2034 169 398 но это уже мощный вот 249 210 короче в пределах от 150 до 300 долларов до хотела там за 89 красная цена есть верхней вот такие вот монстры здесь есть ну и с этой стороны попроще это уже это уже для ванных комнат тоже 99 но тут подешевле конечно не размерами не такие уже 64 71 89 98 169 но тут уже с какими-то при бамбасами прибамбасами посмотрите это все краны для ванной комнаты это для кухни чичень ах это они еще и дальше идут посмотрите подешевле да уже 128 98 цены идут на убывание здесь но эта сторона чем эти хорошего опять же вытягиваешь его набираешь себе в другую тут 69 но цены в принципе те же просто металл другой же материал другой да и вот эти вот которые руга да на мелкие кусочки на это и да есть значит когда когда грязь попадает да да это нам это и есть вот вот и вот эту вот верхнюю часть да 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 она крупные крупные части рубит на мелкие кусочки сколько стоит а здесь 69 119 а нет 85 среди ну в общем непонятно мне что за что но такие вот цены скажем от 69 от 59 долларов даже вижу вот здесь 69 89 и так далее до примерно 219 до классные штуки так ну идем на выход мы лампу мы взяли за 27 баксов сейчас в машине вам покажу и поближе так ну в принципе здесь купить можно абсолютно все вот там ванны еще лифте если ничь вот такой просторный здесь вот для ванных комнат гардероб стоит здесь и вот там вот дальше двери у окна и так далее то есть абсолютно все для дома смотри сколько коробок сколько товара да да ну и корм здесь да он там мешки лежат крутяк дак вот он опять корм 45 баксов мешок он большой да но большое не знаю 45 баксов а вот снизу по 15 грейн ну вот мы и вышли из магазина посмотрите вот здесь прямо у входа стоят автомобили которые можно взять на прокат вот например вот такой в н 1895 за первые 75 минут сколько стоит после я не знаю нужно узнавать и вот здесь вот такие пикапы вот такой пикап вот еще один ford f-150 пикап то есть но если бы брать то расстояние которое ну нам нужно проехать отсюда до дома да нам бы 75 минут за глаза хватило вот посмотрите вот это вот вход в магазин minards вы под конец посмотрим что же за лампу мы купили вот такая вот led лампа за 28 баксов но это без таксов конечно было 117 сантиметров вот так вот она выглядит вот здесь вот можете посмотреть с кабелем с шурупами с креплениями со всем но 1600 я думаю маловато поэтому если вдруг будет тускловато мы просто прием купим новые лампы да мы уже посмотрели там продаются две лампы за 1495 и посмотреть какие ржавые автомобили здесь в миннесоте то есть климат здесь такой что машину вот так напрочь выгнивают так ну и под конец посмотрим я вам сказал что без таксов да то есть а лампу то кстати паша купила не мы сделали раздельно то есть если вдруг мы вам привезем сдавать только что-то не устроит то есть такси здесь 7.525 процента то есть суммы 2227 плюс к ним 168 да и получилось сумма 2395 ну то есть 75 это небольшие налоги если сравнивать наши германии где у нас 19 процентов вот эту птицу хотел рабочих поймать и улетела ну вот не все машины ржавые посмотрите видите в отличном состоянии доджик рэм на этом все всем спасибо за внимание вот опять ржавая машина на смотрите напрочь напрочь но она не такая свежая конечно но гнилая напрочь а все спасибо за внимание вот такой короткий обзор магазина minarts ну как такового обзора не было просто там пару рядов зашел показал краны лампочки всем пока до встречи в моих новых видео а